Лира Алая. Принцесса для великих королей. Глава первая. Лира Алая. Предоставленной мне комнате. Но нельзя. Моя сестра Анжела, нынешняя правительница Астиона, к сожалению, не видит всей картины. Не видит, что наши устои и правила могут привести к краху страны. Но я это понимаю. Пусть я всего лишь запасной вариант. На тот случай, если что-то произойдет с моей сестрой, я была и остаюсь принцессой Астиона. Если в моих силах спасти подданных, то я обязана это сделать. Пусть мне придется пойти против правил религиозного Астиона, где признаются лишь союзы между двумя людьми, мужчиной и женщиной. Этим браком я спасу тысячи людей. Какое интересное предложение, сказал Эрон. Он, на удивление, высок. Выразительные скулы, сильные взгляды, красивые черты лица подошли бы скорее дворцовому щеголю, чем великому королю. Но его спасает. Аура власти. Насколько мне известно, именно Эрон решает все военные вопросы в государстве. Я не представляю, как вести себя с этим человеком. Его мотивы и мысли для меня – загадка. Иштен намного проще и понятнее. Он общается на языке выгоды для королевства. Не расскажите, принцесса Алисия, зачем нам нужен этот брак? Но вы должны понимать, что правители не слишком свободны в своем выборе, – произнес Иштен. И личным симпатиям не место в таком вопросе. Я обратила внимание на его длинные волосы. Дань традициям. Иштен? Без сомнения. Отличный политик. И с ним некуда легче. Но не сейчас. Ведь мы подошли к главной причине того, почему я сбежала из Астиона. Приехала в соседнюю Далерию. С минимумом охраны. Даже не уведомив свою сестру и королеву в одном лице. Зачем нужен? Затем, что спорные земли между Астионом и Далерией. Меридон. Это мое преданное. И, смею предположить, вы не откажетесь от них. Это будет моим подарком в честь нашей свадьбы. Ох, кажется, я смогла их удивить. Два брата, напоминавшие ленивых хищников, нежащихся на солнце, вмиг стали настороженными и весьма заинтересованными. Ваше предложение весьма заманчиво. Особенно в свете того, что мы никак не можем прийти к соглашению с вашей королевой касательно этих земель. Но я не понимаю, зачем это вам. Иштен прожигал меня взглядом. Но ведь вы, по сути, идете против своего королевства. Становитесь предательницей. Это самый важный момент. Смогу ли я правильно все объяснить, чтобы меня посчитали достойной королевой? Я прикрыла глаза. Всего лишь на секунду. Не более. Чтобы это казалось лишь взмахом ресниц, а не попыткой спрятаться от сурового мира. Не показывать волнения. Не показывать слабости. Я была, есть и буду принцессой Астеона. Что бы ни случилось. Я буду верно служить своему народу. И ради его благополучия сделаю все, что потребуется. Отнюдь. Астеон – религиозное государство, которое признает брак, заключенный между одним мужчиной и одной женщиной. Тройственный союз для религии Астеона – страшный грех, который может искупить лишь сожжение. Пограничные территории придерживаются традиции долерии. Основной тип союза – тройственный. Если Меридон отойдет Астеону, то, боюсь, там запылают костры. Даже указ королевы не сможет сдержать фанатиков. Потому я ни в коем случае не хочу, чтобы Меридон остался частью Астеона. Я ждала ответа, по-прежнему стараясь вежливо улыбаться. Можно сказать, что я была на пределе своих моральных сил. Если мне сейчас откажут, если у королей долерии есть договоренности насчет брака, то я потеряю все, не только подданных, не только уважение своего народа, но и, вполне вероятно, свою жизнь. Анжела никогда не простит мне самоуправство. И пусть я делаю это лишь с благими намерениями, моя сестра с удовольствием все извратит и выставит меня предательницей. «Мне нравится ее предложение», – ухмыльнулся Иштин, поворачиваясь в сторону Эррона. «Выгодная, толковая. Что скажешь, брат? А мне нравится она, так что я согласен. Брак, ты же знаешь, политика меня не так уж волнует. Это все на твоей совести. Только вот…» «Только что? Только сможет ли наша принцесса?» «Ох, еще не наша. Что смогу?» – спросила я, посмотрев Эррону прямо в глаза. «Лучше бы я этого не делала». Его взгляд прожигал насквозь, заставляя чувствовать себя незащищенной и уязвимой. «Любить сразу двоих. Любовь к политике имеет слишком мало отношения. А наш брак разве не политический?» – ответил я, выругавшись про себя. «С чего бы королю говорить о любви?» «Я говорил о любви немного в другой плоскости». Эррон обошел кресло, на котором я сидела, положил руки рядом с моими плечами, не касаясь. «Тебе ведь с нами делить постель, Алисия. Ох, принцесса Алисия, прошу прощения. Ни граммы искренности в его извинениях не было. Ты не выглядишь настолько циничной, чтобы без капли чувств, без малейшей симпатии, делить с мужчиной постель. Поэтому я спрошу тебя еще раз. Ты уверена, что сможешь испытывать симпатию к нам двоим? Надо же, я не думала, что хоть кто-то из великих королей Далерии будет так озабочен моими чувствами. Дурной или добрый знак? Кто бы сказал? Это так важно? В конце концов, главное – консумация брака. А потом вы легко сможете завести себе любовниц, на ваш вкус. Привела я разумные доводы, хотя не могу сказать, что чувствовала отвращение или неприятие, когда думала о брачной ночи с этими двумя мужчинами. Я не имею любовного опыта, но остаюсь здоровой молодой девушкой, а потому их обаяние и привлекательность не прошли мимо. Хо-хо-хо! В этот раз смеялся Иштон. И вы тоже заведете себе любовника? «Что смешного?» – спросила я. «Отнюдь, для женщины такое недопустимо. Можете не волноваться, я буду верна вам». «Что смешного?» «Религиозный Астеон, центр праведности и морали. А такие предложения от самой принцессы. Измена – один из худших грехов принцессы Алисия. И у нас не принято изменять супругам. Это норма поведения. Как у вас не заключаются браки между тремя людьми, так и у нас. Никто и никогда не изменит законной супруги. А насчет вкуса?» – перебил брат Эйрон. «Вы более чем в моем вкусе, принцесса Алисия. Я уверен, под этим ужасным платьем, в которое вас укутали как в доспех, скрывается чудесная фигура. Словно вы чудесных фигур не видели. Все же я не смогла удержаться. И теперь корила себя за длинный язык и строптивый характер». «Видел, конечно, видел». Не стал отрицать Эйрон, склонившись к моему уху, и прошептал почти что интимно. «Но вы же понимаете, что тело – не главное. В моем вкусе ваш характер – решительный, упрямый в той самой мере, чтобы не надоесть, и по-женски сдержанный. Это заводит так, что я почти что готов наплевать на политику. Но решение, несомненно, за Иштином. Он у нас голова и решает такие вопросы. Это я предпочитаю доверять интуиции. Я вопросительно посмотрела на Иштина. «И все же, принцесса Алисия, вы так и не ответили на один важный вопрос. Готовы ли вы принять нас двоих?» Глава вторая «И как мне ответить на такой провокационный вопрос? Скажу «да» – сочтут распущенный, Скажу «нет» – откажут. Соврать не получится. Боюсь, меня моментально раскусят. Все же не такой у меня богатый опыт в политических дискуссиях и интригах. Значит, придется сказать правду. Пусть она будет и не самой приятной. Думаю, да. Когда мне было пятнадцать, правители хотели обручить меня с принцем из соседнего королевства. Принцев было двое. Потому родители предоставили мне выбор. И я не смогла выбрать. «Отказалась от брака, попросив дождаться моего совершеннолетия». «Почему вы отказались?» – спросил Иштон в задумчивости, потирая подбородок. «Потому что посчитала себя неготовой к браку. Это вы ответили своим родителям. И это была ложь во благо. Верно? Какова же истинная причина?» Иштон говорил мягко, но я не обманывалась. «Скажу что-то не так, и от мягкости не останется и следа. Я не смогла выбрать, потому что мне понравились оба принца в одинаковой степени. Они были очень разумными, но это и было самое приятное. Казалось, они дополняют друг друга. Будь у меня выбор, я бы согласилась выйти за двоих. Разумеется, в то время подобные мысли повергли меня в ужас. Я неловко пожала плечами. Вот и все. Все выложила. Все рассказала. Потом мне пришлось около недели посвятить молениям в церкви. «Как говорится, благослови Божий зашоренный Астеон. Благодаря вашим странным правилам у нас с братом будет великолепная королева». Первым нарушил тишину Эрон. Меня этот ответ устраивает. «А тебя, Иштон?» «Более чем». «Что же, принцесса Алисия?» «Добро пожаловать в Далерию. Мы согласны на ваше предложение и возвращаем его вам». Я не успела даже удивиться, как два короля подошли ко мне и синхронно встали на одно колено, произнося слова брачного предложения. Меня стало слишком внусь в ответ. «Так, для начала организуем помолвку. Жениться сразу?» «Мавитон. Обойдемся без нарушения традиций». «Сародрик, войдите!» крикнул Иштон. И когда секретарь принцев почтительно поклонился, начал давать указания. «Подготовьте все нужные бумаги для свадебной церемонии. Разнесите весть по королевству и... и усельте патрулирование замка на случай вторжения», добавил Эрон. «У нас ведь могут быть нежданные гости, принцесса Алисия». «Вполне. Я здесь с неофициальным визитом». «Насколько неофициальным?» уточнил Иштон, подозрительно прищурившись. «Вот же чутье! Мне бы такое! И тогда я смогла бы избежать многих проблем в своей жизни». «В королевстве о моей поездке проинформированы лишь двое. Мой охранник и личная служанка». «Если не ошибаюсь, они прибыли вместе с вами». Эрон приподнял бровь. «Все верно». «То есть вы сбежали?» вздохнул Иштон. «Если вам угодно так считать. Я не собиралась отрицать очевидное. Конечно, чуть позднее я подробнее расскажу обо всем моим будущим мужьям, но пока помолвка не вышла за пределы королевского кабинета, лучше промолчу». «Хорошо. Тройная охрана на замок. Двойная – на ворота. Особо внимательно отнеситесь к гостям из Астеона. И, пожалуй, приведите сюда его. Пора преподнести нашей невесте подарок». «Его?» «Я изо всех сил старалась скрыть нетерпение. Примерно представляя, что, а точнее кто, меня ждет в качестве подарка. Далерия славится своими магическими животными. Разумеется, магические животные есть везде. Вот только не у каждой страны имеются эксперты, способные приручить этих животных. Если я правильно подумала, то это будет роскошный подарок. К счастью, о подарках со своей стороны я подумала еще в тот момент, когда покидала Астеон, так что в долгу не останусь. Я успела заметить, как хитро переглянулись братья, прежде чем в кабинет ввели огромного черного волка с завязанными глазами. «Мой свадебный подарок, принцесса Алисия. Это темный волк. Редчайшее сокровище Далерии. Всего несколько сотен было замечено по всему миру. Я нашел его еще волчонком. Могу сказать, что мне сказочно повезло. Или скорее, тебе». Эрон подошел к волку и, потрепав по холке, направил его в мою сторону. Волк взрыкнул, но подчинился и подошел поближе. Я смотрела на него недоуменно. Единственная моя мысль была о том, что нужно снять повязку с этого красивого зверя. Но я чуть ошиблась. «Принцесса Алисия, протяните ему руку. Пусть посмотрит. Устроит ли его ваш запах?» Подсказал Иштин. Я послушно дала обнюхать волку свое запястье. Тот благосклонно лизнул мои пальцы, заставив меня по-глупому хихикнуть. Но я тут же прикусила губу, чтобы не показать еще какую-нибудь неподобающую моменту эмоцию. А Эрон снял повязку с глаз волка. Потрясающе! Глаза были. Янтарными, магическими. Надо обязательно узнать, как с волчарой правильно обращаться. Могу предположить, мои будущие мужья меня с удовольствием научат. Хотя бы тот же Эрон. Я поднялась, сделала приличествующий случай реверанс, заучена поблагодарив за подарок. Но никакой протокол не мог скрыть моего детского восторга. Ну что же, принцесса Алисия, поздравляю вас с приобретением самого верного защитника в вашей жизни. Эрон усмехался, но выглядел удивленным, переводя взгляд с меня на волка и обратно. Интересно, с чего бы это? Любопытство? Страшнейший порог. Его лучше тщательно скрывать. Именно поэтому я ничего не спросила, только нежно потрепала уже своего черного красавца за охом. В то время Иштан велел секретарю. «Можете увезти остальных животных?» «Мы закончили». «Остальных?» Спросила я. «Разумеется. Магические животные — это вам не дрессированные солдатики-фанатики вашего королевства. Они не пойдут, а бы за кем. Хозяин магического животного должен обладать определенными чертами характера. И, разумеется, силой воли. В зависимости от этого животное выбирает себе хозяина», ответил мне Иштан. «Например, темный волк — весьма придирчивое магическое животное. Мы не могли найти ему хозяина уже много-много лет. Поэтому Эрон и удивлен без меры, если вы заметили, принцесса Алисия. Я не думала, что все так сложно. И какими же чертами характера должен обладать владелец темного волка? Эрон, что все я и я рассказываю. Ты же у нас специалист по магическим животным. Так вот и поведай, принцессе Алисе, о том, почему никто не удовлетворяет запросы твоего капризного темного волка. Если я буду говорить с ней, то предпочту другие темы, более интересные. А если захочет узнать, пусть посетит библиотеку. Но сейчас я даже побуду внимательным женихом и провожу принцессу Алисию до ее комнат». Эрон протянул мне руку, предлагая помочь встать. Я вложила в его руку свою ладонь, заметила потемневший взгляд Эрона и очень четко осознала, что попала в ловушку. Целенаправленно и намеренно пришла в западню. Я беспомощно оглянулась на короля Иштена, который казался мне оплотом здравомыслия и галантности. По крайней мере, он не перешел на «ты», что позволил себе Эрон, но в ответ получила лишь полуулыбку. Эрон вывел меня из кабинета и уверенно повел по хитросплетениям коридоров. Единственное, что меня успокаивало, присутствие волчары, который, по словам королей, должен стать моим лучшим защитником. Если так подумать, я действительно очень устала. Побег, напряженная дорога, более суток без сна. Не знаю, на каких только силах держалась. Наверное, на понимание, что если мой план провалится, то я увижу сожженный Меридон, а моя сестра с удовольствием казнит меня за потворство еретикам. Я так задумалась, что упустила момент, когда король довел меня до моих комнат. «Ты это специально, принцесса?» Голос Эрена ворвался в мои мысли, заставив скинуть голову и напряженно посмотреть на него. «Ты специально сейчас расслабилась, чтобы показаться мне такой беззащитной и спровоцировать меня. О чем он? Черт возьми!» Я испуганно вздрогнула, когда Эрен схватил мою вторую руку и жал ее. Не больно, но вырваться невозможно. Его губы оказались рядом с моими. Каждая его фраза отпечатывалась дыханием на моих губах, заставляя судорожно втягивать воздух и смотреть круглыми глазами. «Нет, не специально», словно что-то поняв, сказал Эрен. «Ты ведь совсем не осознаешь этого, да? Как выглядишь, когда пытаешься подавить свои искренние чувства? Как опускаешь глаза, чтобы никто не увидел в них радость и восторг? Не понимая, что этим ты побуждаешь других делать все, чтобы увидеть твои незамутненные эмоции? О чем ты?» Я впервые в жизни забыла про всякий этикет, не понимала, что должна сказать, что сделать, чтобы все это либо прекратилось, либо разрешилось, неважно как, о том, что ты весьма мила. И сейчас я бы очень хотел не только проводить тебя до двери, но и зайти в твои комнаты, провести там весь вечер и всю ночь. Глава третья «Но, увы, нельзя, иначе мой брат самолично меня скопит. Так что до свадьбы ты в безопасности, принцесса Алисия». Эрин отпустил меня, отойдя на пару шагов. «Наша, принцесса Алисия». Он протянул руку и провел пальцем по моим губам, аккуратно, чуть нажимая, а я не смогла ни возразить, ни оттолкнуть его руку. Хорошо я стояла около стены, иначе точно не смогла бы удержаться на ногах. Что он творит? Спокойной ночи, наша принцесса. Пусть вам снятся сладкие сны. Спокойной ночи. В следующий раз я, пожалуй, попрошу вашего брата проводить меня. Что-то мне подсказывает, он будет куда более галантным. Не удержалась я от замечания. Несомненно. Но, в отличие от меня, он со своим галантным поведением точно не появится в ваших снах. А у меня такой шанс есть. Только, влетев в комнату и закрыв за собой дверь, я смогла выдохнуть. За дверью кто-то заскулил и заскреб лапами по двери. Волк! Как же я могла забыть? И надо быстрее дать ему имя. Не делал такому красавцу ходить безымянным. Но впустить я его не успела. Ваше высочество, вы в порядке? Ко мне тут же подбежала моя служанка Тайла. Если так можно выразиться, они согласились на брак. Осталось мне смириться с тем, что у меня теперь будет двое мужей, которые не хотят оставлять брак фиктивным, а о любовницах даже не помышляют. Перед Тайлой можно не скрываться. Она жила в Меридоне и была одной из немногих, кто поддержал мой план. Наверное, потому что помнила, как в свое время в Остеоне к ней отнеслись из-за наличия в прошлом двух мужей. Называли отродим дьявола, продажной женщиной. И это только из того, что я слышала. Тогда я впервые воспользовала своей властью принцессы, чтобы отправить злопыхателей в тюрьму, чем оборвала прямые оскорбления. Меридон территориально принадлежит моей стране, а вот по традициям близок с долерией. Так как Меридон мое приданное с рождения, я бывала там вместе с мамой один или два раза в год, начиная с десяти лет. Потому точно знала, что в Меридоне живут такие же люди, как и в Астеоне, но с другими традициями. И эти традиции не делают их хуже. Да, правильно. Нужно еще раз напомнить себе, что я сделала главное. Спасла жителей Меридона, а все остальное, мой брак, гнев сестры, не имеет сейчас никакого значения. Тайла открыла дверь, впуская волка, потом взяла меня за руку, как ребенка, и усадила в кресло. Ее по-матерински заботливые руки стали разбирать мою прическу с нагромождением украшений, от которых под вечер начинала болеть голова. Все уладится, ваше высочество, не волнуйтесь, в политике вы разберетесь и сами, а в браке, я уверена, помогут разобраться ваши будущие мужья. Как хорошо, что она рядом, ей почти сорок лет, у нее огромный жизненный опыт, и пусть она мало что знает об интригах и политике, но в отличие от меня имеет любовный опыт и даже была замужем за двумя мужчинами. Жаль, только они погибли, но будь они живы, я бы никогда не встретила Тайлу, она никогда бы не стала моей служанкой. Ужасные, отвратительные и эгоистичные мысли, но если она кого-то встретит, то я отпущу ее. Ты же была замужем, Тайла. Расскажи мне, что вам рассказать, как жить с двумя мужчинами, как делить с ними быт, или как вести себя с ними в постели, как же хорошо, что Тайла в силу своего возраста совершенно не стесняется говорить такие вещи. Сама бы я в жизни этого не озвучила. Я примерно представляла, что смогу сделать как королева. Я могла бы взять на себя управление замком, могла бы стать организатором балов или быть главой какого-то региона. Мое обучение позволило бы мне стать дипломатом, экономистом, управленцем. Я не боялась роли королевы, но боялась роли жены. Никто не рассказывал мне, что я должна делать в постели сразу с двумя мужчинами. Политика и любовь – несовместимые вещи. Так меня учили, так мне говорили покойные родители. Не ждать счастья, не ждать понимания. Хорошо, если будет уважение. И лишь моя мама, моя самая добрая и лучшая в мире мама, иногда шептала, что есть шанс быть счастливой в браке. Когда умерли родители, я считала, что потеряла этот шанс. Но сейчас у меня совершенно иное мнение. То время, которое я успела провести в королевском замке Далерии, нельзя назвать плохим. Напряженным? Да. Но плохим? Нет. Однозначно нет. Я ожидала более холодного приема. Все же именно я, принцесса, была приложением к своему приданному, а не наоборот. Думала, что все разговоры будут лишь о делах. Но, как ни странно, мои мужья забрали на себя все формальные вопросы. Беседы же были не о государстве, а о более простых и интересных вещах. Словно мои женихи пытались узнать меня поближе. С Иштаном мы с удовольствием обсуждали политику соседних государств, труды известных писателей. Иштан был вежливым, галантным и очень сдержанным, наглухо закрытым. С ним легко говорить, но невероятно трудно сблизиться. Он не позволял себе лишних прикосновений. А о флирте речи даже не шло. Зато Эрон был полной противоположностью. Все наше общение скатывалось к флирту. Более того, он не стеснялся постоянно трогать меня, иногда на грани приличия, заставляя меня то смущаться, то кричать в возмущении, забывая, что я принцесса, который полагается вести себя прилично, и вынуждая сердце биться в безумном ритме. Все это иногда очень раздражало, но не вызывало яркого неприятия. Я не понимала, почему так. Иногда мне казалось, что я превращаюсь в не самую лучшую версию себя, чуть менее сдержанную, не такую благородно-спокойную, каковой обязана быть принцесса Астиона и будущая королева Далерии. Хорошо, рядом была Тайла, которая пусть и посмеивалась, но находила для меня объяснение. Ваше высочество, они вам нравятся. Такое бывает. Это все абсолютно нормально. И то, что они вытаскивают на свет ваш настоящий характер, разбивая маску, которую заставили нацепить королевские учителя Астиона, совсем неплохо. Потому что это значит лишь одно. Им нужна некрасивая кукла и не только Меридон, но и вы сами. Есть какие-то известия Астиона? Перевела я тему. Даже с Тайлой мне бывает неловко говорить на такие темы. Сэру Рошкару пока не удалось ничего узнать, покачала головой Тайла. Здесь он только как ваш охранник и рыцарь-защитник, потому очень ограничен в правах. С ним плохо обращаются? Всполошилась я. Нет, совсем нет. Но они навязчиво присматривают, как и за мной. Безопасность в этом замке на уровень выше, чем у нас дома. Боюсь, в случае чего сбежать из Далерии. Не выйдет так легко, как из Астиона. Я и не собираюсь сбегать. Это не может не радовать. Раздался голос у самой двери. Эйрон. Несомненно. Даже если не брать во внимание тот факт, что я прекрасно отличила бы его голос от других, так без церемона заявиться в чужие покои мог исключительно он. Доброго дня. Доброго дня. Рада вас видеть. А я сделала вежливый поклон, удостоившись чуть насмешливого взгляда. Иногда казалось, что все мои реверансы неукоснительные соблюдения этикета, лишь смешат короля Эрона. Но он ничего не говорил, поэтому я продолжала вести себя правильно. Это чудесно. И, что еще важнее, взаимно. Мы с братом приглашаем вас на официальное обсуждение и помолвки. Все документы подготовлены. Если они вас устроят, то мы приступим к самому главному. К самому главному? Я начала краснеть. Что Эрон подразумевал под самым главным? Занятие любовью? Первую брачную ночь? Ох, кажется, принцесса Алисия, общение со мной влияет на вас не очень хорошо. Или нет? Очень хорошо. Да? О чем таком вы подумали, что ваши щеки залил столь очаровательный румянец. Всего лишь о предстоящей свадьбе. Лучше полуправда, чем ложь. Немного рано. Свадьба состоится через полтора месяца. Так долго? Я удивилась. Слишком много времени. Обычно помолвка в подобной ситуации. Длилась не больше дней десяти. Да, это еще очень быстро. Полтора месяца минимальный срок, чтобы посвятить вас в тайны королевского рода Далерии и подготовить к жизни с нами. Мы, принцесса Олесия, не совсем обычные люди. Магия нашего великого королевского рода наградила нас талантами и связанными с ними особенностями в полной мере.